Здравствуйте, товарищи! Публицист, педагог Евгений Спицын, Евгений Юрьевич, здравствуйте! Да, здравствуйте! Только ты когда перечислял звание... Слово «наук» забыл. Наук, я тебе хочу сказать. Доктор философских и технических наук. Это важно очень, что доктор технических наук, а то у нас есть некоторые критики, которые там всякого рода строят версии, что журналист не может... Пусть что хотят строят, количество безаварийных запусков, они как бы говорят сами за себя, которые, собственно говоря, продолжают быть безаварийными. Оно как бы же просто так не работает. Ну да, 100 запусков не за последние полгода были осуществлены, это важно. Да, собственно говоря, поводом для данного эфира стал выход книги Дмитрия Олеговича «На западном фронте без перемен». Я как человек, который, собственно, уже прочитал эту книгу абсолютно искренне без какого-либо лукавства, могу и хотел бы порекомендовать ее нашим зрителям и слушателям. Хотя бы потому, как в книге анонсировано, скажем так, разбор причин того, что сейчас происходит на Украине. Опять же скажу, как что, как человек, читавший мой вопрос первый, будет как раз посвящен этим причинам. И спойлером это не будет, потому как сама биография Дмитрия Олеговича в некотором смысле и есть описание этих самых причин. Поэтому вопрос, как я уже анонсировал, будет простой. В чем, как вы видите, эти причины? Потому как у тех, кто поддерживает спецоперацию, так и у тех, кто ее не поддерживает, а есть все-таки такие. Понимание этих причин очень разное. Поэтому хотелось бы услышать точку зрения человека, который непосредственно сейчас этим занимается, который сейчас там, ну и который прошел через ту огонь и воду, который, ну, позволяет, по крайней мере, с высоты яйцевого опыта об этом судить. Ну, причина, наверное, все-таки одна. Непринятие должных мер теми, кто должен эти меры был принять. Это самая главная причина. Когда недодавили Бандеровщину еще в середине 50-х годов, когда было попустительство росту украинского этнического национализма в советское время, и этим играли. Кстати говоря, в России тоже играли этническим национализмом достаточно активно, когда выбивали с федерального центра какие-то дополнительные привилегии. Ну и, конечно, непринятие должных мер в 2014 году, когда уже пышным цветом все это рассвело, и был захват власти вооруженным путем в Киеве. Тогда надо было принимать эти меры. То есть, мы считали, что можно действовать, наверное, какими-то иными методами, с кем-то договориться, кого-то купить, кого-то шантажировать. Но это все были не то что полумеры. Я бы сказал, даже это всегда способствовало еще более бурному рассвету этих негативных процессов. Ну, собственно говоря, мне кажется, вот это главная причина. Ну, тут, опять же, не могу не спросить. Вы вот о 2014 году заговорили сами. Одна из распространенных точек зрения, что мы в 2014 году этот вопрос должны были решить, и должны были и могли решить его практически бескровно. Крым тому яркое доказательство. Да. Ну, я могу вам сказать тоже, что, наверное, те, кто планировали операцию в 2022 году, считали, что нас с цветами там будут встречать. Чем они руководствовались, я не знаю, потому что на сегодняшний момент мы имеем не донцификацию, а, что ни на есть, самую такую яростную донцификацию Украины. И те области, где сейчас приходится работать, и в том числе освобожденной территории, там, как говорится, работайте, работайте. То есть, за эти вот 8-9 лет даже та часть населения, которая относилась к нам с большой симпатией, которая в 2014 году точно бы, наверное, встречалась с цветами, сегодня это совсем другие люди. Это большая проблема. Это еще раз говорю о том, что решение надо всегда принимать полноценно и вовремя. А то, что сейчас мы получили, ну, собственно говоря, это колоссальная проблема, которую теперь придется решать только военным путем, а потом, наверное, десятилетиями, ну, может быть, 20-30 лет на это уйдет, будем зализывать психологические и иные раны, которые нанесены уже вооруженным конфликтом. Еще раз говорю, большая проблема. Крым, да, безусловно, я даже удивлен, что, в принципе, тогда президенту удалось принять это решение. Я знаю точно, что было большое количество людей, которые висели на фалдах и на штанинах, лишь бы этого не было сделано. Могу, наверное, еще время не пришло, но потом как-нибудь расскажу о тех диалогах, которые у меня были со многими политиками, государственными деятелями России, которые считали, что ни в коем случае нельзя принимать какие бы то ни было решения, даже по Крыму, я уж не говорю о том, чтобы реализовать те решения, которые принял Совет Федерации, разрешивший применить вооруженную силу и армию за пределами Российской Федерации. Вот мы тогда уступили, решили о чем-то договариваться с какими-то элитами на Украине, хотя эти элиты не менее националистичны, чем те, которые эти же элиты потом смели и пришли к власти в результате вооруженного переворота. Это все на моих глазах было, я это прекрасно помню. Помню деградацию этой ситуации, а потом что произошло, мы знаем, что-то мы знаем, что мы знаем, ну Одессу мы знаем, да, когда физически перебили просто русских активистов в этом городе, в русском городе Одессы, но мы не знаем, например, о том, что физически были уничтожены все русские активисты по всей остальной Украине, этим занимался Коломойский, не только он, сотни тысяч людей были брошены в тюрьмы, многих просто передушили по подъездам, вот, запугали, а потом массированная жесткая пропаганда, которая шла по всем средствам массовой информации на Украине, которая создавала из России образ врага, и фактически задавила ту волну, которая, общественную волну, которая была, в общем-то, в нашу сторону направлена позитивно. Ну, может быть, Дмитрий Олеговичу не очень удобно называть, я все-таки назову пару фамилий людей, которые повинны в том, что развитие ситуации пошло именно по этому сценарию. Это Сурков, прежде всего, который долгие годы отвечал за украинское направление. Это, безусловно, наш тогдашний посол, слово посол, конечно, я беру в жирные кавычки, господин Зурабов. Это они убедили высшее российское руководство в том, что они с Порошенко договорятся. Тем более, ни для кого не секрет, что у Зурабова с Порошенко был какой-то совместный бизнес. Но Порошенко – это патологический лжец. Я не раз общался с Николаем Ивановичем Азаровым, который очень хорошо знал этого персонажа, который знал вообще всю украинскую политическую элиту и говорил, что более лживого персонажа вообще, в принципе, среди украинской политической элиты он вообще не знал. То есть, верить ему на слово было нельзя от слова «совсем». И все его заверения, уверения и все такое прочее – это как мертвому припарка. И более того, мне тот же Азаров, я думаю, что я не открою большого секрета, рассказывал, что он дважды встречался с руководством страны и убеждал их выстраивать по-иному отношения с новой украинской властью. Но в этом разговоре принимали участие тот же Зурабов и Сурков, которые убеждали руководство страны в присутствии самого Азарова противно, что они, дескать, смогут наладить необходимый диалог и т.д. Это первое обстоятельство. И второе обстоятельство. Мне буквально, наверное, дней 10 назад один из ученых, социологов с города Сумы, я не буду говорить фамилию, потому что человек живет до сих пор там, и вполне возможно, что я просто его подставлю. Прислал очень интересный соцопрос, который он проводил еще в 2015 году. Причем это был соцопрос довольно масштабный, выборка была 20 тысяч респондентов, жителей самих Сум и близлежащих населенных пунктов Сумской области. Но это, казалось бы, восток Украины, так же, как и Харьков, Суммы граничит. Сумская область, я имею в виду, с Россией. Хотя там численность, условно говоря, русскоязычного населения несколько иная, чем в Донбассе и в Харькове, но тем не менее. И меня поразили результаты этого опроса. Я не буду там приводить все цифры, приведу только одну цифру, связанную с самоиндификацией жителей Сум и Сумской области. То есть, кем они считают себя? Был задан такой вопрос. И дан перечню, значит, этих ответов. Так вот, значит, украинцами себя считали в среднем 65-70%, русскими или россиянами примерно 5-8%, советскими 3-4%, ну а дальше шли уже градации. То есть, уже тогда, в 2015 году, подавляющее большинство, две трети населения Сумской области. Ни Галиции, ни Волыня, ни Подолии. А Сумской области, которые у нас традиционно в Кремле считают чуть ли не пророссийской, считали себя украинцами. При этом я замечу, что я посмотрел это на конфессиональный состав Сумской области. Там русскоязычных больше половины. То есть, получается, что этнические русские, которые либо сами родились на Украине, либо их предки, там, отец, мать, прошу прощения, родились в России, либо их предки, сами выходцы из России, уже считали себя полноценными украинцами. Я в данном случае вспоминаю очень интересный, любопытный и показательный случай. Значит, в 91-м году я закончил институт, и перед тем, как выйти на работу, мы, естественно, поехали отдохнуть. Уже погулять, как говорится, напоследок. В ту самую Алушту, куда мы всегда ездили. А там было принято так, что если кто-то приехал, уехал, обязательно накрывали стол, ну, по старой русской традиции. И вот вместе с нами там, в этой Алуште, уже не первый год, как минимум года три, мы вместе, как так вот получалось, отдыхали с одной семьей. Это мать с двумя дочерьми старшего школьного возраста. Чистопородная галицийская украинка, причем настроенная вполне лояльно к русским, очень интересная женщина, любопытная, очень интересовалась событиями в Москве, всегда задавала массу вопросов и т.д. и т.п. Она говорила по-русски вполне себе прилично, в отличие, кстати, от дочерей. Те говорили на таком довольно жестком сужике. Вот, и, например, Гудзя там, они не знали, как по-русски, что это будет пуговица, да, и т.д. И вот, когда они уехали, уезжать собирались, она накрыла стол. Мы сели там, ну, как это, выпили, закусили, пошли песни. А хозяйка, кстати, у этого, хозяина дома, то есть жена его, она была тоже с Галицией, такая бандеровка чистопородная, ну, мы в шутку, он ее сам называл, Бандера моя любимая. Она очень хорошо пела, украинские песни, значит, песни пошли в Украину. А она пригласила за этот стол свою подругу. А та, видимо, находясь под парами, вдруг ни с того ни с сего набросилась на нас. Ах, вы, москали поганые, и т.д. Начинала вспоминать там и 39-й год, и 45-й, и 50-й, и т.д. и т.п. Ну, в результате возник скандал, короче, который закончился ее изгнанием из стола. И мы, когда пришли немножко так в чувство, мы говорим, это Ярославня, а ее звали Ярославна. Мы говорим, ты посмотри, какая баба. А она говорит, так она ваша, Ярославская баба. Я говорю, в смысле? Она говорит, родом с Ярославской области, стопроцентная русская, которая в институте вышла замуж за нашего галичанина, приехала во Львов. И вот ее там обработали, и она... То есть, вот нам бы над этим задуматься еще тогда, как работала, условно говоря, вот эта вот пропаганда, ну, то, что мы называем грубым. Это кому? Грубым. Мы-то как раз задумывались. Нет, ну я... В администрации президента нет такого отдела, который... Нет, но я вам просто говорю, да. И потом, слушайте, я вот, кстати, был такой Михайлов, я не знаю, знали вы его, нет, министр по делам национальности. Человек, который у Добрика начинал работать в Львовском обкоме и защитил кандидатскую и докторскую по проблемам интернационального воспитания жителей Украинской ССР. И этот человек потом, во времена Горбачева, в 88-м году, возглавил отдел ЦК по международным отношениям, а затем при Ельцине, он возглавил Министерство по делам национальности. Ну и что вы хотите? Вот это тоже один из результатов того, что произошло сейчас. Туда наверх они писали одно, реально ситуации не знали. Ну вот вы тоже знаете, вот это царь хороший, бояре плохие, виноват. Я не говорил, это вы. Это вы такой вывод сделали. Раз уж Евгений Юрьевич с этого в некотором смысле начал, я вообще думал этим вопросом закончить, но тогда подведу вот так. Дмитрий Олегович, вот смотрите, я когда читал вашу книгу, собственно говоря, в ней была неплохая подводка под врага народа, это ваше первое автобиографическое, и, соответственно, я читал их в обратном порядке. Вот враг народа, к моему удивлению, когда я только открыл его, она была посвящена Владимиру Путину. Вот. У меня весьма критическое отношение к нашему президенту, я, собственно, это практически не скрываю, поэтому в некотором смысле была такая легкая, если так можно выразиться, настороженность. Потом, уже читая книгу, я понял, как мне кажется, понял осмысленность того, для чего это было сделано, то есть это было скорее обращение к нему, не столько посвящение. Вот. Но о чем хочется спросить? То есть в повествовании или красной линии, если читать книги без перемен, подводки о том, о причинах украинского конфликта, Путин практически не упомянут. То есть вот я не столько даже хочу спросить, почему в некотором смысле политкорректность, она, может быть, и предполагает это. Но все-таки легче всего все свалить на Зурабова, легче всего все свалить на Суркова, но итоговые решения, такие как начать спецоперацию или не начать спецоперацию, освобождать Крым или присоединять Крым, все-таки у нас принимают первое лицо. Вот первое лицо в 2014 году, хотя, если я правильно интерпретирую ваши слова, в 2014 году все-таки должны были закрыть вопрос с Украиной, он не принял это решение, хотя для многих, правда, теперь уже, конечно, после драки мы все гораздо кулаками махается. Кажется, что решение это нужно было принимать тогда. Вы считаете, что возлагать ответственность на президента в части причин произошедшего и того количества жертв, которые принес этот конфликт, неправильно? Вы знаете, здесь стараюсь вам максимально объективно ответить на этот вопрос, хотя, конечно, это достаточно сложно, потому что я, считайте, с 2000 года в той или иной степени работаю в команде президента Путина. И хотя я существовал, так сказать, со своим политическим проектом Конгресс русских общин с начала 90-х годов, и, собственно говоря, формировался как политик самостоятельный до появления в Кремле нынешнего президента. Ну, отвечу вам так, у президента Путина в команде есть разные люди. Понимаете? Я ведь... Это большая низкая партия. Да, я ведь тоже из этой команды, но я-то думаю иначе. И могу сказать так, что когда я встречался с президентом, и мы с ним были вдвоем, и таких встреч было много, у меня всегда хватало аргументов для того, чтобы защитить свою позицию, и он ее принимал. Когда он находился в другом кругу, видимо, его отговаривали какие-то меры принимать, находя свои аргументы. В этом есть, наверное, определенная сложность и, так сказать, загадка нашего времени, но тем не менее, именно Путин принял решение по Крыму. Я же сказал об этом. Все были против. Поверьте мне. Он это сам принял, это решение. То есть, он счел это возможным и крайне необходимым. Хотя, наверное, до 2014 года у него были другие мнения, он даже мне об этом говорил, это где-то было, по-моему, в году 2004, у нас была встреча с руководителями фракции, я тогда возглавлял фракцию Родина в Государственной Думе. Он тогда сказал такую фразу, что если заберем Крым, то потеряем всю Украину. Он понимал, на самом деле, к чему это приведет, что отторжение Крыма от нынешней Украины вызовет колоссальную реакцию, негативную не только в Киеве, но и в многих других. То есть, можно будет на этой реакции работать киевским путчистым, для того, чтобы говорить, что вот Россия враг. Тем более, казалось бы, если понимал такие последствия, почему не решать вопрос по всей Украине тогда? Послушайте, у президента всегда есть иной объем информации, чем тот, который есть у нас. Видимо, он взвешивал и понимал, что может быть не хватит силы. Он может опасался ужесточение санкций, которые на 14-й год могли привести к деградации экономики страны. Кроме того, не забывайте, я вот с 12-го года, с самого конца декабря 11-го года, ну, считайте, с 12-го года я возглавлял военно-промышленную комиссию при правительстве России, потом она стала называться коллегией военно-промышленной комиссии. В 14-м году у нас не было такого состояния вооружения нашей армии, которое позволило бы, наверное, полноценно рассчитывать в долгу на ведение военных действий. Сейчас трудности колоссальны. Мы это все знаем, я сейчас не хочу на этой теме спекулировать, я сам приехал только вчера буквально оттуда с фронта на неделю в отпуск, значит, помыться, побриться. Но могу сказать, что, по крайней мере, у нас сейчас есть все-таки какой-то жирок, то есть оборонно-промышленный комплекс сейчас, наверное, где-то к концу мая будет выдавать на гора, будучи запущенной уже в производство и необходимое количество боеприпасов и техники и так далее. Могли бы ли мы с этим справиться в 14-м году? Не уверен. Не уверен. Если эта операция была бы молниеносной и тогда все бы ручки подняли, кто-то в аплодисменты, кто-то просто поднял, сдаемся, наверное, была бы ситуация совсем иная. Но еще раз говорю, очень сложно судить. В конце концов, всегда верховный главнокомандующий и президент страны отвечают за все. Я с вами согласен. Но еще раз говорю, мы никогда точно не знаем, в какой системе координат принимает стильное решение. Я сейчас могу судить, да и президент сам об этом сказал. Он же сказал, что нас обманывали. То есть ему, видимо, на тарелочке приносили информацию о том, что так оно и есть, оно на самом деле было не так, как оно и есть. Видимо, канал информации были неполноценны. Но здесь еще раз говорю, очень сложно судить. Но опять же, читая вашу книгу, вот это вот «Нас обманывали», оно тут с первой страницы до последней. В том плане, что с кем мы имеем дело, ну, в общем, что называется, немалые людей. Я согласен с вами. Кому отрисован этот месседж, нас обманывали? Что вы тогда за управленцы? Такие, если вас все обманывают, обманывают. Я с вами согласен, просто я говорю, что я-то как раз считал, что нас обманывали. Я-то как раз так и считал. И я свою позицию так и говорил. Тебе же только что сказали, что помимо позиции Рогозина, там было полно людей, которые давали другую позицию, ее тоже аргументировали. Яд в правительство пришел, после четырех лет работы в Брюсселе, где я был постоянно представителем в России принатой, у меня там иллюзий-то уже не осталось никаких. Я, естественно, сделал все возможное тогда, в 2008 году, чтобы не сложилась та ситуация, которая сложилась сейчас. Когда был конфликт на Южном Кавказе, в Южной Осетии, я, мои коллеги, в нашем посольстве прината умело подчеркнул, я не хвалю себя, действительно, я констатирую, умело добились того, что НАТО тогда не встало на сторону Грузии, не успело. Значит, мы их напугали, у нас нашлись, опять же, аргументы для брюссельской верхушки, чтобы они этого не сделали. Сейчас это, к сожалению, произошло. Поэтому здесь совокупность факторов. Каждый должен заниматься своим делом, не дожидаясь каких бы то ни было инструкций или указаний. Послушайте, нас учила большая, великая страна. Мы получили хорошее образование. У нас есть, по крайней мере, должно быть у каждого чиновника свое мировоззрение, а не только чего изволите. И каждый должен принимать эти решения сполна и вовремя. Я, хочу вам сказать, об этом я не говорил раньше, тоже, находясь в Брюсселе, начиная с 8 августа 2008 года, в течение 4 дней не получал никаких инструкций из центра. Ноль инструкций. И действовал из своего понимания того, как я должен себя вести. И если ждать постоянной инструкции в условиях, когда происходит некая, так сказать, неожиданная ситуация, да, или, так сказать, вероломная некая ситуация, тогда вы точно проиграете. В чем, например, сила наших оппонентов, противников нынешних, там в Киеве, да, там достаточно молодая инициативная команда. Начиная от бизнеса, который открыт для вооруженных сил Украины, и поэтому у них есть многое, начинают крапивы, это так называемая система управления боем, которая является частной разработкой. Разработка различных беспилотников, средств связи и так далее, они были открыты для такого рода инициатив, как политических, так и технических. У нас эта система, она более консервативна. Бюрокративная. Сломать ее нельзя только от имени президента. Он не может заниматься такими вещами. Здесь каждый должен быть на своем месте гражданином и профессионалом, и тогда будет результат. Поэтому, когда мы говорим о том, что действительно то же самое Зурабов, я очень хорошо его знал. Он мне тогда, это было как раз, а, это было совещание послов в 2008-2009 году раз в два года МИД собирает всех послов на Смоленской площади. И я вдруг встретил Михаила, мы с ним в фойе там увиделись. Он политический назначенец, я политический назначенец. Он только-только стал послом. Черномырдин ушел, он заболел-то. И он мне тогда сказал, как Михаил Юрчин. Михаил Юрчин. Это не карьерный дипломат. Это как раньше в Советском Союзе были карьерные дипломаты, а были бывшие члены президиума политбюро ЦК. Скажем так, у меня образование изначально Московское государственное университет, международное отделение факультета журналистки, это в принципе дипломатическое образование. Я дипломат по образованию. Значит, политик уже по призванию. И, тем не менее, я же не шел по карьерной лестнице в МИДе. То есть, я был назначен постоянным представителем России при НАТ, еще не будучи даже дипломатом по рангу своему. Я получил ранг указом президента за умелые действия как раз за время событий в августе 2008 года. Вот тогда меня как бы наградили вместо ордена, что называется, дали такое поощрение. Но Зурабов был точно такой же. Он тоже был политический, административный деятель, можно сказать, политический, потому что он представлял крыло, вот это вот такое прозападное. Ну да, бывший министр. Да, бывший министр, и он в администрации до этого работал. Вот он мне сказал следующую фразу. Знаешь, старик, я здесь в Киеве не посол, я здесь губернатор. Ах, вот так? Да, да. Я тогда, Миш, по-моему, ты, по-моему, со своими амбициями явно, так сказать, ошибаешься, с кем ты имеешь дело. Потом мы с ним еще раз увиделись, это был как раз уже, это был декабрь, декабрь 2013 года. Вы знаете, что Путин проводит регулярно в ноябре, в конце ноября и в мае так называемое совещание с оборонно-промышленным комплексом, так называемые сочинские совещания. И вот на, как раз, ноябрьском 2013 года совещании, в конце совещания он мне говорит, собирайся на Украину, возьми толковых людей с собой, прокатись по ведущим оборонно-промышленным предприятиям, посмотри, что, в каком состоянии они находятся, и дай мне рецепт, дай мне рекомендацию, как нам действовать. Выкупать эти предприятия в рамках общего какого-то комплекса или какой-то иной вариант действия. Я действительно в течение недели собрался и полетел туда. Мы прилетели в Николаев, там мы посетили Зоря, Машпроекты, три верфи Николаевские. Оттуда мы, разделившись на две группы, одна улетела в Запорожье. Декабрь 2013 года. То есть, там идет Майдан уже? Уже Майдан идет, да. То есть, уже какие-то, я лично видел в Николаеве какая-то небольшая группа, там человек 50 с флагами, значит, что-то там повизгивало. Потом, значит, одна группа у нас полетела в Запорожье, Мотор, Сич, они, значит, посетили. А вас сопровождал кто-то из правительств? Меня сопровождал Бойко, Юрий Бойко, вице-помьер правительства Украины. Кстати говоря, абсолютно тогда идентичный мыслящий человек. Значит, а я полетел в Днепропетровск, на Южмашзавод, КБ Южный. Знаете, как меня встречали, вот мы вечером прилетели в Днепропетровск, уже темно, я помню, было, ну да, естественно, здесь зима же. Вот стоял коридор людей, я шел по коридору, люди скандировали мою фамилию и Россия. То есть, долгожданно, то есть, мы уже тогда опоздали, мы уже опоздали. Вот с моим таким приездом, или кто-то до меня должен был приехать, у них восторг был в глазах, надежда, это был первый визит вообще после развала СССР, получается. Получается, что так. И потом мы сидели вечером уже с этими достаточно пожилыми инженерами, конструкторами, они рассказывали о своих наработках, а Южмашзавод, это же ведущие нашего предприятия, это самая молодая была ракета на тот момент, Зенит, которая летала, карандаш двухступенчатый, прекрасная ракета. Это Сатана, воевода, которая под руководством Владимира Федоровича Уткина, создана была в КБ Южном и так далее. И оттуда вечером я перелетел уже в Киев, и утром на следующий день я посетил Антоновский завод авиационный. Вот примерно везде нас так встречали. И когда я показывал пальцем на этих митингующих, майданщиков, мне Бойко говорил, да нет, перестаньте, не думайте, это все не то. Я вернулся, доложился Путину, он был, значит, ну как бы сказать, воспринял это очень позитивно. Я предложил создать... То есть реакцию людей? Не только. Я предложил создание совместных инженерных центров. Не выкупать эту собственность, это было правильно на тот момент, а создание именно совместных интеллектуальных центров, которые могли бы выдавать новые инженерные решения. Бойко поддержал, утром на следующий день я встречался с Азаровым как раз тоже, премьер поддержал, и говорю, а где Янукович? И говорю, давайте я встречусь тоже с президентом. А он, говорит, уехал в Пекин, в Китай. Он уехал, мне говорит, Бойко, и говорю, как, у вас же здесь в Киеве уже петарды рвутся, да, значит, какой Пекин, какой Китай, какой Китай. Ну, вот так оно и было. И мы должны были как раз в феврале уже 2014 года подписать соглашение. Я выехал на машине во Внуково, чтобы, значит, спецрейсом лететь в Киев, и мне позвонил президент, сказал, все, стоп, разворачиваем машины, ты дальше никуда не едешь, там все плохо. И действительно, в этот день уже началась стрельба на Майдане, и вот пошла деградация. То есть, мы не успели, мы реально не успели. Я уверен совершенно, что если бы раньше сложились такие условия, что можно было бы туда поехать и сформировать уже гораздо более мощную силу из числа промышленников Украины, которые были всегда за союз с Россией, может быть, нам удалось предотвратить развитие этих кровавых событий. Хорошо, а вот вы с Азаровым когда встречались, насколько он, по-вашему, если бы он был на месте Януковича, был способен бы задушить эту гидру? Ну, Азаров был человек очень разумный. Янукович, слушайте, я сейчас буду маленькие секреты рассказывать, но я думаю, это... Я когда докладывал президенту нашему об итогах поездки, сказал, что с Януковичем мне не удалось встретиться, он мне сказал, и не нужно было с ним встречаться, он все равно ничего не понимает. Он ничего не понимает, сказал Путин. Это означало только одно, что действительно, Азаров был единственный, сказать, партнер по переговорам, по диалогу, но именно его и убрали сразу. Но при этом, да, было сказано, он, кстати, мне, я с Николаем Яновичем просто в хороших личных отношениях, и он мне очень нравится, конечно, и как человек, и как руководитель, я про себя думал, когда Медведев, но я могу это говорить, даже в вашем присутствии, был у нас премьером долгие 8 лет, я вот думал бы, если вместо Медведева был бы хотя бы один годик такой премьер, как Азаров или Николай Янович, то ситуация была бы, конечно, принципиально иной, в лучшую сторону. Да, так вот, он же предупреждал Янукович, когда тот подписал указ о его отставке, он ему сказал, что ты делаешь величайшую глупость, потому что они сейчас сожрали палец, я уйду, они сожрут руку. И он как в воду глядел, потому что вот это его политика, значит, поддавков, там, условно говоря, да, он пытался там, как он говорил, Азаров, ему же Яценюк и компания говорили, Азаров нам мешает прийти к компромиссу, вот, и назначить место Азарова, Яценюка, премьер-министром, ну, это... Ну, в итоге, что получилось, что мы имеем, да, мы, по сути дела, с моей точки зрения, опаздывали, вот, с такого рода мерами, да, и наша дипломатия и наша политическая, наш политический класс не хотел никаких обострений, думал, как-то оно само по себе все рассосется, и мы можем договориться, мы имеем дело, да, с коррумпированной элитой, мы знаем, как с ней работать и так далее. Вот они такие мысли, значит, имели в голове. Я считаю, что, да, безусловно, киевская элита, она, конечно, коррумпирована, там, до мозга костей, вопрос в другом, это люди, за спиной которых стоит, как у нас сейчас говорят, коллективный запад, который, собственно говоря, мечтал о той ситуации, которая сложилась, когда русские стали убивать русских, а для этого нужно было превратить Киев в такую марионетку и идти именно по радикальному варианту, то есть, накачивать Украину инструкторами, советниками, оружием, деньгами, да, закрывать глаза на то, что неприемлемо на самом Западе, коррупция та же самая такая, махровая, они закрывали на это дело глаза, потому что они прекрасно понимали, что они выращивают вот этого маленького монстра, который становился все толще и толще, и в итоге вот произошло то, что произошло. А потом... Чуще маленького, целую Европу. Сначала был маленький, его можно было придушить еще в колыбельке, этого монстра. А потом, что мы получили, значит, те люди, которые также должны были принимать решение, они во многом, может быть, даже испугались этой русской весны. Мне кажется, да. Ну, ладно, с Крымом они еще как-то нехотя согласились, хотя вы помните, как долго наши структуры принимали решение об открытии своих представительств. там и так далее. Но Греф далеко ходил. То есть, президент понимал, что это надо сделать. Я вам хочу сказать, что я столкнулся с такой фронтой у нас, чтобы не делиться заказами, не помогать. Некоторые товарищи, например, которые были уполномочены, в том числе министр... Правительственные фронты. министр по делам Крыма демонстративно игнорировал мои совещания в Симферополе, которые мы с Аксеном проводили, министр по делам Крыма. Он федеральный министр. Он не ходил на эти совещания. Хотя это просто его. А кто это был? Посмотрите в Википище. Понятно. Он сейчас в счетной палате работает. Вот как было. Понимаете? То есть, полное игнорирование. Поэтому я что хочу сказать? Можно, конечно, там все время показывать пальцем наверх и так далее. Но вопрос вот в чем. Политический класс в каком-то смысле не давал реализовываться тем решением, которое принимал президент. Дмитрий Олегович, не сочтите меня занудой. Ну что, президент не видит этой ситуации? Не понимает, как устроено... Слушай, я сейчас прошу прощения. Послушай, в данном случае я предведу прямой параллель с тем же Сталином. Вы не думайте, что человек, который является руководителем страны, способен единолично, я вот это хочу подчеркнуть, объять все. Знаете, есть такое понятие объять необъятное, да? Я уже этот пример приводил и еще раз приведу. Февраль, по-моему, 44-го года, накануне созыва пленума ЦК, а во время войны ни одного пленума не созывалось. А здесь Сталин почему-то захотел созвать пленум ЦК. Значит, на Политбюро они вчетвером внесли записку. Он, Жданов, Маленков и Хручев. Записка о резком повышении роли исполкомов местных советов в решении народно-хозяйственных вопросов. В пику партийным комитетом. Она была довольно подробной, как все сталинские, так сказать, записки и решения. Что, как, где, на каких уровнях 5-е и 10-е. Сталин вносит записку. Политбюро ЦК отклоняет эту записку. Голосует против этой записки. Каганович, Ворошилов, Молотов, Андреев и далее по списку. Это вот я вам все властью, но, казалось бы, у Сталина была такая власть, но в нашем представлении, которая не снилась никакому Путину. Ну, условно говоря, да? Так что, не надо думать, что глава государства в данном случае знает все, что творится. Потому, что он ведь в основном что делает? Получает какие-то отчеты с мест, от чиновников, от ближайшего окружения, от тех же помощников, 5-е и 10-е. Нашептает на ухо тому же помощнику. Можно все, что угодно. И он представит дело совершенно в ином свете, чем это есть на самом деле. Или с другого угла немножко, или под другим ракурсом. Ну, я, может быть, утрирую. Я вам пример приведу из моей жизни. Я вот 4 года возглавлял отрасль, которая была в очень тяжелом состоянии, когда я в 2018 году в мае был назначен в главе Роскосмоса. Аварии по 2-5 аварий ежегодно. Деградация финансо-экономического положения. Один только центр Хруничева долг был 117 миллиардов рублей. Нечем было даже деньги платить зарплату. В таком состоянии находилась отрасль. Причем, это копилось годами. Такая ситуация, когда от этих тучных лет, когда мы были одни на рынке, значит, мы зарабатывали эти деньги и не вкладывали в будущее. Вот это потом будущее, оно стало вдруг прошлым, и все стало ввалиться и прочее. Вот как вы думаете, я, возглавляя коллектив, где работал 200 тысяч человек, все знал, все, что там происходит? Да нет. Нет, конечно. Это при том, что я создал параллельную систему безопасности, службу внутреннего аудита, которая выявляла все финансовые нарушения. Я сам себе поклялся, мне некому было клясться, что я не допущу коррупцию. С каким давлением я столкнулся? Ну, вы же сами читали про меня. Да любой, кто сейчас нас слышит, может зайти в интернет или в YouTube и посмотреть, кто я такой. Негодяй, мерзавец, коррупционер, значит, что я только не сделал. Разграбил космос. Развалил космос. Восточный и так далее. Кто это делал? Это те, кому я наступил на хвост. Платные публикации, заказная пропаганда, дискредитация. Для чего? Для того, чтобы остановить те действия, которые были предприняты моей командой. То есть, они меня обвиняли в том, в чем обвинял я их. В итоге, мне пришлось физически посадить в тюрьму около 30 руководителей высшего уровня. Только после этого я добился, что у меня вдруг аварийность куда-то ушла. Понимаете? Появились молодые люди, кадры. То есть, началось, появился социальный лифт какой-то внутри отрасли. Я стал поднимать престиж конструкторской, инженерной работы. Это все почувствовали. То есть, другое настроение появилось. Моральный фактор появился. Но еще раз хочу сказать, что говорить о том, что я знал все, что происходит в отрасли, невозможно. А тут огромная страна. Почти 150 миллионов человек. Слушайте, я правда... Вы раз уж сами заговорили, тогда объясните мне логику. Потрясль возродилась, пришла в себя, что называется. И тут президент принимает решение убрать человека, который произвел все эти позитивные изменения. Я объясню. Где логика? Я объясню. Я объясню. У меня есть ответы на этот вопрос. Мы договаривались изначально, что я 4 года буду работать на этой должности. В принципе, я вообще всегда стараюсь работать не больше 4 лет, потому что я понимаю, что потом глаз начинает замылиться. Кстати говоря, в Германии, интересно, там есть такое правило, что посол, германский посол не может работать на одном месте более 3 лет. Слушайте, а вы, кстати, послом 4 года работали? В доме сидели 4 года. Послом 4 года. 4 года в это вот избирался по 4 года. Ну, да, да. Три раза. Нет, но все равно. Но 4 года еще не сидели. Нет, нет, нет. Но работал в разных комитетах. Нет, я имею в виду разные комитеты и последний, по-моему, в Брюсселе 4 года. В Брюсселе 4 года, вице-премьер 4 года и Роскосмос. Ну, вице-премьер чуть дольше. Я как раз 6 лет там проработал. Как 6? 12? Да, да, да. По 18. Но, честно говоря, это такая сложная была работа, что 2 года там просто учился. Первые 2 года учился, а потом уже работал полноценно остальные 4 года. Поэтому... То есть, изначально была договорен с Путиным, что вы будете 4 года. Да, да. И когда началась так называемая специальная военная операция, я попросил президента меня, ну, как бы, связать мою работу именно с ней. Понимаете? То есть, это свое желание было? Это мое желание было. Я просил его, наставил на этом. Потому что я знал, что эта война будет. Я в этой книге во многом писал и говорил о том, что все идет именно к этому. Это моя война. Я понимаю, что там делать. Я знаю, как работать с населением. Я вижу, какую пользу сейчас я приношу, ну, не фронту, но хотя бы тем участкам фронта, где я работаю с моей группой, где добровольцы верят и верят тому, что мы делаем, и мы видим результат. Понимаете? Это мое. Поэтому я счел необходимым уйти. Ну, то есть, естественно, был указ президента, но я его просил, либо, чтобы было какое-то назначение связанное именно с этим направлением, либо, если нет, то я пойду добровольцем. Поэтому здесь все логично. Ну, опять же, не могу не спросить, вы раз уж с фронта о положении дел, потому что информация, мягко говоря, противоречивая. Народ, ну, возможно, это иллюзия, но возникает ощущение, что подустал, информационно подустал от происходящего, тем более, что каких-то серьезных изменений там не происходит. Бахмут, вот сколько месяцев берут, никак взять не могут. не то, чтобы наступает некая усталость или разочарование, но как бы что происходит? Есть несколько факторов, которые есть, смысл просто проанализировать и их отметить. Первый фактор стоит в том, что Блицкрига, то, чем мы с вами говорили, что там с цветами, еще мы начали наш разговор, с цветами будут встречать, не встречали с цветами. Ну, кроме, конечно, Донбасса, где действительно было воодушевление, я это знаю, потому, что Донецкие, Луганские мужики, их семьи, они боролись за свою землю, то есть, там их убеждать ни в чем не нужно. А я скажу прощения. Блицкриг не равно цветы, Блицкриг – это быстрое взятие, оно практически получилось, а потом почему-то взяли и откатил. Не договорил. Нет, сейчас секундочку, давайте я расскажу. Значит, быстрая, эффективная операция, она должна быть основана на двух факторах. Первое – готовность армии решать задачи вооруженной борьбы именно теми методами, которыми она подготовлена. Второе – это благоприятные политические и социальные условия для того, чтобы население на тех территориях, куда армия вошла, способствовало закреплению военного успеха. Два фактора. А что в правительстве и в окружении Путина были люди, которые серьезно рассчитывали на подобные настроения? Я не знаю, но, судя по всему, наверное, да, потому что иначе надо было, некие другие должны быть решениями. Механизмы должны были быть. Давайте по поводу готовности армии. С чем мы сейчас столкнулись, собственно говоря, в рамках этого кризиса? Мы столкнулись с тем, что армия мирного времени, анонс армии мирного времени, которая должна была полноценно вести операции даже в рамках двух локальных конфликтов, она в силу того, что она была заточена под иные цели, она столкнулась с большими сложностями, которые она сейчас преодолевает, безусловно, не без проблем, со сложностями введения в войны с гораздо более мощным противником, чем она рассчитывала. Ну, слушайте, затягивание конфликта привело к появлению целого пакета санкций, которые осложнили работу оборонно-промышленного комплекса в добывании всего необходимого. Например, высокотехнологичная война, это прежде всего микро-радиоэлектроника. Ни одна страна в мире не может создать у себя производство всего необходимого в рамках микро-радиоэлектроники. Всегда существует кооперация. Даже США, Япония и так далее друг у друга покупают, обмениваются. А Советский Союз не мог? Нет, конечно. А с кем копировались? Там кооперация военно-техническая область. Во-первых, была специальная программа, завозили кое-что. Слушайте, станки завозили тогда в советское время. Из той же самой Германии. Вот, Евгений Юрьевич, я читал, достаточно много на эту тему материалов. Завозили по специальным каналам микро-радиоэлектроника, которая была необходима, компьютеры завозили. Слушайте, Советский Союз тоже не мог это сделать. Даже Советский Союз это не мог сделать. Спутник, возьмем, космический аппарат, он на 95% состоит из микроэлектроники. Не просто микро-радиоэлектроники, а специального назначения, космического назначения. То есть, радиационно-стойкая электронно-компонентная база. У нас ее производство, оно есть, оно ограничено. То есть, всегда существует кооперация. Американцы, или там, скажем, европейцы, они просто приходят в некий виртуальный магазин и говорят, это, это, это мне надо, они тут же получают. Мы же добываем это. Добываем. Как руду добываем, и где-то вынуждены, конечно, по многому здесь зависеть. Соответственно, затягивание конфликта приводит к тому, что шли санкции все более-более жесткие. Санкции водились и против предприятия Баронопромышленного комплекса. Санкции жесточайшие с помощью спецслужб водились на каналы поставки всего необходимого для страны, для того, чтобы создавать такого рода вооружение. не являли эти каналы? Конечно. Огромное количество каналов было просто раскрыто. Они, видимо, и раньше находились под неким контролем, но в итоге они были все перекрыты. Значит, это ослаждило работу ОПК. Вот эти первые, собственно говоря, месяцы. Второй фактор состоит в том, что, наверное, есть смысл сейчас об этом сказать. в военном деле произошла революция. Их было много в военном деле. Начиная, скажем, Первая мировая война, появление впервые автоматического оружия, появление авиации. Это была революция. Вторая мировая война, это появление механизированных колонн, которые как клином рассекали оборону противника. Потом появление реактивного оружия. Потом на определенном этапе вдруг появилась еще одна революция в военном деле, когда войны перестали быть контактными. Когда появилось ракетное вооружение, которое позволило бить по целям противника даже без контакта обычных вооруженных сил. Возьмите, как в качестве примера, 1999 год, Югославия, которая напоминала боксера с короткими руками, готового драться, Югославская армия была готова войти в соприкосновение с американской, с любой другой. А этого соприкосновения не было. И Югославия была расстреляна дротиками с расстояния. И никакая ПВО не смогла предотвратить разрушение мостов на Дунае и уничтожение генерального штаба в Белграде и много другой. Казармы все были уничтожены и так далее. Это тоже была революция. И надо было анализировать, что сейчас произошло. Вот смотрите. Оказалось, что противовоздушная оборона оказалась более эффективной, чем авиация. Вы видите, наверное, в видеокадре, когда армейская авиация, вертолеты или фронтовая авиация не подходит к линии боевого соприкосновения, наносит удар, там вертолеты идут на каприрование, то есть, они поднимают нос кверху, выпускают ракеты, горкой они летят. И уходят. И уходят тут же, идет боевой разворот, они уходят, чтобы не попасть в зону противовоздушной обороны противника. Потому, что там все напичкано. Там в каждой траншеи, в каждом окопе вооруженных сил Украины практически весь модельный ряд ПЗРК. Вот этих пусковых, переносных зенитно-ракетных. Ну да, и тепловыми ты не отстреляешь. Ну вот, я сам видел случай, я сам пилот вертолета, и меня обучали военные летчики, у меня подробная информация от них, что там происходит. Когда один раз отстрелял тепловые ловушки, второй раз отстрелял, третий, четвертый, пятый, все закончились. И тут шестая ракета сбивает, собственно говоря, уже вертолеты. Потому, что их масса, их просто расстреливают, понимаете. Поэтому, первый вывод стоит в том, что авиация в традиционном понимании этого слова больше не существует. Нужны дроны. А о дронах, разве кто-нибудь думал об их значении? Так, как сейчас. Ударные, разведывательные, разведно-ударные, одноразовые камикадзе или многоразовые. Это революция, которой мы оказались практически не готовы. И вот мы сейчас с колес... Но вы сейчас этим непосредственно занимаетесь. Я этим сейчас непосредственно занимаюсь. Я сейчас непосредственно именно этим занимаюсь. И как дела? Вместе с сыном со своим, с Алексеем и так далее. Потому, что он авиационщик, он собрал команду конструкторов. Ну, вот сейчас мы везем показывать нашим вооруженным силам, нашим, не буду называть армии, конкретные, значит, бригады, конкретные штабы. Мы вот сейчас везем уже первые наши летные изделия. Ну, то есть, о серийном производстве пока даже резины не делают. Мы должны провести боевую апробацию. Ну, кое-что мы уже делаем. Вот, скажем, военно-технический центр «Царские волки», значит, который находится сейчас на фронте, и ударный наш отряд, он так называется, ударный отряд «Царские волки», это 11-й БАРС, боевой армейский резерв специальный. Мы там создали группу операторов-беспилотников, беспилотников, да, это несколько десятков молодых ребят, айтишников, бесстрашных ребят, значит, которые проводят и разведку, и корректировку огня с помощью дронов, в том числе уже используют новые российские разработки, частных разработчиков. Но мы как бы на спине входим в этот конфликт. То есть, у нас этого не было изначально, нам этого не хватало, а это война дронов, потому что именно дроны обеспечивают контроль линии фронта дальше 5, 50, 100 километров надо видеть, потому что 5 километров это только ЛБС, линия боевого соприкосновения. Надо видеть, какие резервы формируются у врага и наносить удары, в том числе по врагу с воздуха. Я это даже назвал аэроарта, то есть, воздушная артиллерия. Это война артиллерии. 95% всех раненых и погибших с обеих сторон благодаря, если так можно выразиться, применению артиллерии. Я сам получил ранения от артиллерийского обстрела. Понимаете? Поэтому в госпитале видел этих всех ребят покоцанных, побитых, именно осколками, прежде всего. То есть, не пулевые ранения. Не пулевые ранения. Пулевые ранения это небольшие, крайние случаи, когда идет шторм, то есть, идет штурмовая группа, она запрыгивает в окопы, вот идет непосредственно бой. А у нас ведь существовало представление, что война нового типа, она как раз похоронит артиллерию, классическую артиллерию. Оказалось наоборот. Оказалось наоборот. Понимаете? И вот то же самое, кстати, вы сейчас говорите про авиацию, а я вот слушал наших некоторых военных экспертов, которые все время задавались вопросом, а почему мы не поднимем вверх нашу фронтовую операцию? Фронтового подчинения. Наверное, стратегическую. Почему мы не проведем мощную воздушную операцию? А вот теперь получается понятно, почему. Евгений Юрьевич, я вам скажу, вот смотрите, вот Ту-160, стратегический бомбардировщик наш, который обладает возможностью использования авиационных средств поражения на стратегическую глубину противника, в том числе в ядерном исполнении. Это самолет, который создавался, но я горжусь этим, что отец мой родной к этому имел непосредственное отношение, он был председателем государственной комиссии по приемке двигателя АНК-32, это завод Кузнецовский в Самаре, который как раз стоит на этом уникальном самолете. А Кузнецов, это дважды герой соцсорда, который как раз занимался двигателем. Он был у нас дома, я еще мальчишкой был, он там лежал на кухне, они с отцом сидели, что-то там разговаривали. Короче говоря, вот этот самолет, он был создан для, у него же изменяемая стреловидность крыла, он крылышки складывает, он набирает сверхзвуковую скорость, это самолет прорыва против воздушной обороны. Куда он сейчас прорвется? Куда? Он горящая цель, яркая горящая цель на радаре, его уничтожат, как только он подойдет к этому фронту. Поэтому еще раз говорю, авиация в традиционном понимании этого слова, она... Она только для воздушных боев, может быть. Для переброски, для переброски, значит, военно-транспортная цена, нужно для переброски личного состава техники, да, для эвакуации, да, безусловно, для работы по первому краю, да, но дальше она не зайдет, не залетит, все. Это революция, вторая часть этой революции, это флот. Где флот? Как он задействован? Точно так же, по сути дела. Мы потеряли крейсеры Москва, а флагман нашего... К артиллерии работает. Это тоже теперь большая цель, он только себя может защищать. В лучшем случае, флот выполняет задачи, когда он находится на стратегическом расстоянии от противника, чтобы не доставал дальнобой наружу и береговые ракетные комплексы противника, он стреляет, ну, собственно говоря, тем вооружением, которое у него есть. Те же самые калибры, которые флот отстреливает из Черного моря, может из Каспийского моря стрелять и так далее. Все. Но в целом, как в воздухе, так и на воде, только дроны. То есть, будущее войн это автоматы, это роботы. И здесь возникает очень важный вопрос. Кто будет принимать решение о применении огня, то есть, об открытии огня по противнику, по живым людям, противника, автомат или человек? Мы сейчас тоже на фронте начинаем испытания, в том числе, боевую апробацию робота. Это маркер. Может, вы видели, я несколько раз уже фотографии выкладывал, там и видео некоторые, и так далее. Эту работу я еще инициировал где-то в 2012-2013 году через фонд перспективных исследований. Это беспилотник на шасси колесном или гусеничном, у него опорно-поворотный модуль, который заворачивается, как в спортинге, стреляет по тарелочкам, понимаете, пулеметам. То есть, уникальные машины. И он работает как в операторском, так и в автономном режиме, то есть, по алгоритмам. У него техническое зрение, он работает в группе. Все говорили, да ладно, перестань. Это никому не нужно. Зачем это все? У нас танковый биатлон, зачем тебе это надо? И так далее. А сейчас, я вам хочу сказать, ну, некоторые, сказать, бригады, разведки, да, наши на фронте говорят, дай, дай, потому что в тактике борьбы с леопардами, с абрамсами, вот эта спящая, там, сутками техника, которая просто засыпает, ее не видно, она холодная, там люди не ходят, там, из нее не выходят, в нее не входит. Он просыпается, когда он видит врага, он выходит на огневую позицию. Сейчас мы привели примерку шести корнетов ПТРК, противотанков, ракетных комплексов, и многие оценивают эту работу, которая не была вообще воспринята всерьез в качестве одного из способов введения вооруженной борьбы. Это уже дроны наземные. Понимаете, в чем дело? Вот, это тоже очень важный вопрос. То есть, мы сейчас по ходу учимся, но, конечно, нам противостоят, кто? Значит, выдающиеся, высокотехнологичные, самые высокотехнологичные державы Запада. США, Британия, Франция, Германия, там, и всякая прочая мелочевка. Они поставляют вооруженным силам Украины эту технику, они ее испытывают, в том числе, на нас они испытывают. Мы, соответственно, испытываем свою технику, на них. И тоже модернизируют. По сути дела, сейчас идет война с гораздо более мощным военным экономическим отношением противником, который ставит перед собой задачу нас дожать. Вот вы, Кирилл, говорите, какая мотивация у нас сейчас должна быть? У нас мотивация сейчас очень простая. Мы просто, если мы остановимся, нам все. Кирдык, как говорил герой из фильма Брат 2, понимаете, они нас дожмут, они нас уничтожат, они из нас сделают половую тряпку. У нас вариантов просто нет иных, кроме как идти до конца. И если они поймут, что мы пойдем до конца, что мы будем готовы к этому, тогда они дрогнут. Я это знаю вот по своему жизненному опыту. Вот поэтому вот этот важный военный аспект, промышленный аспект, они крайне важны. Страна здесь должна жить все-таки сейчас с нужными фронтами. И чем быстрее у нас это общество поймет, тем лучше. Потому что пока я чувствую две реальности. Я когда в Москву приезжаю постречаться в военно-промышленной комиссии, встречи провожу, в парламенте встречи провожу, рассказываю, защищаю интересы добровольческих наших отрядов, которые меня как бы уполномочили на это и так далее. Я приезжаю в этот город, мой родной город, я москвич, во многих-многих поколениях и понимаю, что это какая-то другая планета. Что там, что здесь. И не только в условиях моей жизни, где мы там каждый день меняем местонахождение, чтобы в очередной раз нас не вычислили, не обстреляли. Значит, где я хожу, соответственно, во всей этой полевой форме с этим пулеметами, автоматами, дело не в этом. Дело в атмосфере. Я опять чувствую, что здесь в Москве не понимают, что происходит. Но знаете, чему я рад и почему я счастливый человек? Вот я сейчас абсолютно счастливый человек. Потому что я не знал, что в России такое большое количество мужчин, которым все понятно, у которых нет черно-белого взгляда, как у собаки, на действительность. Но эти люди, они добровольцы, они состоявшиеся люди. У них семьи, у некоторых есть внуки, как у меня, например. У них есть, у кого-то бизнес был, у кого-то, кто-то уволился из вооруженных сил несколько лет тому назад в звании генерала или полковника. Вот я сейчас, моя команда, это полковники, подполковники, это офицерские батальоны. Русские офицерские батальоны. А они туда приехали. И им не надо ничего объяснять. Они понимают, что если не мы, то нас просто не будет. Мы не хотим эту войну отдавать по наследству нашим детям, нашим внукам. Вот у меня, я люблю своих внуков. И я просто в страшном сне могу представить, что мы сейчас проиграем, им потом придется на нас пальцем показывать, что мы эту работу не доделали. Та же, как не доделали наши предки в свое время, не додавив Бандерович. Понимаете? Мы должны до конца это додавить. Что касается целей войны, если позволите. Да, что это за до конца? Конец он где? А вот смотрите, а он будет... В Киеве ровно где? Он будет многоточечный. Можно говорить. Это будет три точки. Я их назову три точки. Первая точка. Сейчас нам надо подготовиться и выдержать удар, который неминуем. Они готовятся. Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению. Мы это знаем. Они его пиарят, этот удар. Они нас психологически поддавливают, что мы боялись. Видосики всякие размещают, как они маршируют тысячами людей и так далее. Это на самом деле будет тяжелый удар. Потому, что они оснащены лучше, чем мы. Это точно. Они имеют космическую разведку, тысячи космических аппаратов. У нас десятки, а у них тысячи. То есть, вообще сравнивать невозможно. У них все, что только существует в мире с точки зрения средств радиоэлектронной борьбы, средств радиоэлектронной разведки, радиотехнической разведки. У них тяжелая техника, очень хорошая. Мы можем говорить, да, эти тяжелые танки, они увязаны в грязи, так они не идут сейчас по грязи. Они ждут, когда подсохнет 30-35 сантиметров почва, тогда они пойдут. И это будет тяжелый, это страшный, я так сказать, страшный враг. Мы понимаем, как с ним бороться. Мы готовимся сейчас к этому. Я сейчас каждый день созваниваюсь с моими товарищами. Сейчас мы получаем вооружение. Я вот был два дня тому назад в штабе в Ростовском. Мы получаем сейчас вооружение. И корнеты наши, противотанковые ракеты, и иные средства, чтобы встретить танки и сжечь их. Но их будет очень много. Это будет страшная бойня в ближайшее время. Если мы ее выдержим, а я уверен, что мы выдержим, потому что, я точно могу сказать, за своих я ручаюсь. Мои не отступят. И после этого наша задача, вот эта первая точка, это удержать эти территории, которые сейчас мы держим. Это первая очень важная точка. Почему они важны? Потому что это сухопутный коридор в Крым. Крайне важно. Это Донбасс и Луганск, ради которых мы вообще туда пришли. Это надо оправдать доверие тех людей, которые захотели стать нашими согражданами. Это, собственно говоря, просто безопасность. Потому что, вот я когда в Донецке нахожусь, я сейчас больше на Запорожье, но в Донецке нахожусь, постоянно обстрелы. Я вижу, как люди ждут от нас, что мы отодвинем линию фронта. Поэтому задача сейчас принять удар, выдержать, отбросить его, значит, каким-то образом, для того, чтобы создать прежде всего буфер. Нам сейчас нужен буфер. Вот, опять же, здесь сидит классик, историк. Вот я читал его книгу, Евгений Юрьевич, собственно говоря, почему Сталин, одни страны были нейтральные, там Финляндия, Австрия и так далее. Какие-то страны были в социалистическом лагере. Сталин, в общем, точно рассчитал, каким образом создать безопасность для страны, отодвинув от нее военную границу. Либо через нейтралитет отдельных стран, либо через установление политической системы, близкой Советскому Союзу. Это было очень умно сделано. Теперь у нас такого варианта нет. У нас только военный вариант. То есть, мы должны раздвинуть границу с тем, чтобы ракетные средства противника физически не долетали по коридору до Крыма, до Донецка, до каких-то основных наших пунктов, инфраструктуры. Следующая точка, следующая точка, конечно, Киев. И хоть сейчас эта идея кажется с моей... Я не ура-патриот сейчас точно совершенно. Просто я говорю о прагматичных вещах. Война заканчивается в столице государства. Любого государства. Понимаете? Вот пока мы Киев не возьмем, война не закончится. Почему Наполеон не сломил Россию? Потому, что он взял Москву. Но Москва не была столицей. Столицей был Петербург. А когда мы взяли Париж, война закончилась. Потому, что Париж был столицей Франции. И 100-тысячная бегающая по Франции Наполеонская армия тут же сдалась. Тут же перестала сопротивляться. То же самое, что я не говорю про Берлин и так далее. Почему Сталин понимал, что мы должны быть первыми в Берлине? Потому, что тогда война закончится. Так и здесь. Как бы ни было бы тяжело и каким бы ни было бы сейчас некое успокоение ситуации после того, как мы отразим удар, мы обязаны будем идти на Киев. Мы должны будем его брать. Не освобождать уже в той ситуации, которую мы сейчас имеем в Киеве, мы будем его брать. А дальше это освобождение Украины в целом. Да, это будет большая кровь. Большая проблема. Многие будут говорить это гражданская война, братский народ и все остальное. Слушайте, но там на войне такого не бывает. Вот со всеми офицерами, с которыми я общаюсь, я от них вижу только одно. Желание как можно больше поразить противника. И при этом мы все прекрасно понимаем, что в каком-то смысле это наши же зомбированные люди. То есть, мы это понимаем. Мы не идиоты. Мы понимаем, что эта боль в тех семьях, где мы нанесем ущерб, она будет на долгие-долгие десятилетия. У нас другого варианта нет. Мы либо победим, либо мы проиграем. Нет вариантов. Договорники не сработают. Опять будет какая-нибудь история история и прочее, и прочее. На договорнике кто-то да. Конечно, так с первого дня те, кто узнал вдруг из сообщения по телевидению о заявлении президента, очень большие люди, поверьте мне, с которыми я разговаривал, они в шоке были от того, что сделал президент. В шоке были. Поэтому вот этот конец войны, как я сказал, три точки. Первое, буфер для обеспечения безопасности Донбасса и стратегических трасс и инфраструктуры. Второе, взятие Киева. Третье, полное освобождение Украины. Когда это произойдет? И когда эти точки будут расставлены? В этом году, в следующем, там через 10 лет, через 15, это уже не важно. Это вообще не важно. Сейчас важно только одно. Ясность в голове, если мы совершили катастрофические ошибки еще в советское время с украинизацией Украины, да, и передав ей территории исконно русские, если мы совершили катастрофические ошибки уже в новое время, совершаем их по-прежнему сейчас, недооценив той угрозы, с которой мы столкнемся, то эти ошибки все равно придется исправлять. Или нам, или нашим детям и внукам. Лучше, чтобы это были мы, чем они. Здесь можно, я прошу прощения, добавлю буквально пять копеек, здесь можно только поразиться политической слепоте последних руководителей Союза и России, я имею в виду Горбачева и Ельцина, которые вообще не понимали того, что они творят. Потому что уж Горбачев как минимум должен был знать историю бандеровского движения и то, что происходило на Украине в послевоенный период. Кстати, надо сказать, что когда там был Щербицкий и во главе украинского КГБ был Федорчук, они держали бандеровцев там, где их надо было держать. Там разгул как раз украинского национализма не было. Как только Федорчук, а потом и Щербицкий ушли из власти и появляются Кравчуки и прочие, так сказать, ширые украинцы, вот тогда но тогда уже они должны были понять. Я при всем моем крайне негативном отношении к Собчаку, но вот то известное интервью, он абсолютно правильно сказал. По поводу ВСУ. Кто его услышал тогда? Никто. Никто. Он тогда говорил о том, что это преступление, что мы Украине даем суверенитет и при этом Украине отдаем три военных округа, лучших военных округа, это Киевский, Прикорпатский, Одесский, это западный форпост армии Советского Союза. Первый эшелон. Мы не раз обсуждали и с вами, что Украина как проект может быть только антироссией, то есть иного какого-то самостоятельного права на существование просто смысла. Но в рамках Советского Союза Украина была не антироссией, тут тоже не надо перебать. Понятно, я имею в виду как независимое государство, но может быть только антироссией. Последний вопрос, он в некотором смысле вытекает из вашего тезиса наблюдения относительно того, что здесь-то в Москве, да и в общем-то в целом в России концептуальная жизнь не поменялась, не поменялась, но в принципе в большей степени в головах. Война рано или поздно закончится и солдаты начнут возвращаться. А возвращаться они будут все в ту же самую страну, которая мыслит так же, живет так же и непонятно куда идет. Тут даже не столько вопрос некой идеологии, хотя прямо или косвенно все равно все будет вытекать из этого, но тем не менее страна должна куда-то идти, страна должна что-то строить. У нас 17 с лишним миллионов квадратных километров совершенно неосвоенной территории. Территории, где мы должны строить новые БАМы, новые Транссибы, новые порты и так далее, и так далее, и так далее. Это, если так можно выразиться, вопрос даже не в каком-то глобальном проекте новой индустриализации и так далее. Мне хочется понять, как Дмитрий Рогозин видит вот ту самую морковку, пусть идеологическую или неидеологическую, которая должна, может быть, закреплена или не закреплена в Конституции, но что-то, чем должно руководствоваться общество, не побудусь даже этого слова, нация, в своем движении вперед. Потому, что вперед это куда? Обычно в традициях русской армии не вмешиваться в политику. Мы это знаем сами. Так часто бывало, и это даже было в 91-м году, когда Путч и так далее, так называемый и прочее. Но вот сейчас ситуация она другая, потому что те, кто на фронте, в условиях отсутствия некой идеологической основы этой борьбы, вот мы заходим в какие-то там хаты, в каждой хате целая библиотека нациалистическая, тут тебе и Гитлер, его там какие-то разговоры, записки, тут тебе, значит, Шухевич и дальше по списку. У нас никакой библиотеки нет. Я, кстати говоря, вот почему эту книгу и написал, и считал необходимым, вот фотография появилась, она в конце октября, это одна из первых моих фотографий на фронте, и уже в издательство я прислал эту фотографию, уже книжка была на выходе. Почему? Да потому что я с этой книгой на самом деле туда и поехал, она нужна, и я всем ее там бесплатно раздаю, сам, значит, вот всю свою часть вместо гонорара я забрал книгами, там раздаю нашим солдатикам, офицерам и так далее. Почему? Потому что это в том числе и мой вклад в некую идеологию этой борьбы, без которой вооруженная борьба будет неполноценной. Нам нужны вот такого рода книги. Почему? Потому что люди, которые там на фронте, вот мотивация наших военнослужащих, наших добровольцев, она основана на том, что если нет явной совершенно идеологии, которая была, например, во время Великой Отечественной войны, да, там, за Родину, за Сталина, там, все было более-менее понятно. Здесь политический строй как на Украине, так и в России он схожий. Ну, конечно. И там, и там олигархи, и там, и там есть эти проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Что я сейчас буду комментировать? Вы про идеологию борьбы, а я про идеологию мирной жизни. Минуточку. Так, я сейчас хочу вам сказать. Так вот, в результате этой специальной военной операции мы с вами получим гигантское количество взрослых людей, которые не только пройдут через осколки, дым, значит, пыль, грязь и кровь этой войны, но которым все станет понятно. Значит, и предатели в тылу, и причины этой войны, ради чего они должны свою кровь проливать, ради чего погибли их товарищи и многое другое. И когда они будут возвращаться, я думаю, что они будут возвращаться не просто как солдаты, а как люди уже политические мыслящие. То есть, мы получим с вами в каком-то смысле новый политический класс, спаянный боевым братством, спаянный смертями, подвигом, многими другими вещами, которые на войне, ну, как бы, получается, иногда обыденное дело. Это раз. Второе. Я бы хочу сказать, о чем говорят люди там на войне. Они говорят о социальной справедливости. И думаю, что те, кто вернутся после войны, именно за социальную справедливость будут и бороться. Поэтому, мое мнение, что Россия изменится, когда война закончится. И она изменится на пути, прежде всего, укрепления, начал социальной справедливости и социализма. Я не социалист, никогда им не был. Но я сейчас вам говорю о том, что чем больше я нахожусь на фронте, тем больше я становлюсь человеком левых убеждений. То есть, общественное бытие определяет общественное сознание. общественное, потому что там же речь идет не о том, что это какой-то один конкретный человек, а что это витает в воздухе среди огромной массы. Это люди обсуждают. Это среди огромной массы людей. Вот это и есть общественное бытие, которое возникло на фронте. Оно и формирует, собственно говоря, общественное сознание. И раз оно там сформировалось, то неизбежно это потом перекинется и на мирную жизнь. Это вот к тебе к вопросу о том, что нам ждать в мирной жизни. Вот Дмитрий Олегович абсолютно прав. Причем надо сказать, что чем больше людей будут проходить через горнила вот этих событий, тем, значит, вот масса этих настроений, она будет неизбежно расти. Потому что вот этот вот индивидуальный успех, которым напичкали все 30 лет, вот это личное портфолио, технология личностного роста, она воочию показала. Понимаешь, и так называемые социальные лифты, которых по сути нет. Что ж, читайте правильные книги. С нами был Дмитрий Олегович Рогозин. Большое спасибо, что нашли время. И Евгений Списнов, Евгений Юрьевич, спасибо и вам. Не сдаемся, держимся вместе. Классовая борьба продолжается. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok